МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Около ста в акватории Амура локализовано сотрудниками предприятия Хабаровской нефтебазы. Сброс произошел не из ливневого коллектора, как в некоторых средствах массовой информации отмечается. Дело в том, что здесь прошло выдавливание, причем в той части, в оголенной части русской реки Амура, когда идет выдавливание неопределенных непротиводуктов из-под почвы, из-под льда. Какой вред нанесен природе, заявлять пока рано, заверили специалисты Росприроднадзора. В настоящее время профильным управлением города сделан запрос в Центр мониторинга окружающей среды и предприятиям, которые имеют свои лаборатории ниже по течению Амура с требованием взять пробы речной воды. Результаты исследования готовятся в среднем пять дней. Напомним, мазутное пятно было обнаружено 14 марта активистами общественной организации «Народный фронт». Три года исполнилось со дня воссоединения Крыма и России. По всей стране прошли митинги и праздничные концерты. Хабаровск не стал исключением. Более пяти тысяч горожан в минувшие выходные собрались на Комсомольской площади. Крым, Россия, вместе, но всегда! В марте 2014 года по результатам референдума большинством голосов Республика Крым и город Севастополь вошли в состав Российской Федерации. Все в хорошем настроении, потому что любое единение оно всегда радует. Если народ Крыма сам к нам присоединился, значит они хотели этого и глупость сейчас оспаривать что-то в отношении них. Как возвращение домой. О какой-то супер национальной гордости мы ее не теряли никогда, когда Крым был украинский. Я украинка, живу в России всю жизнь, но болею душой за Украину, а за Крым тихо более. Я понимаю, что Хабаровский край далековато от Крыма, но общая ситуация она делает только на пользу и краю, и стране в общем. Поэтому я думаю, что мы все от этого только выиграем. Праздничный митинг-концерт «Мы вместе» в Хабаровске проходит уже третий год подряд. В этом году в нем приняли участие представители общественности, национальных объединений, казачества, молодежных и ветеранских организаций. Увеличилась стоимость проезда в городском электротранспорте. С 20 марта цена билета в трамваях и троллейбусах поднялась до 23 рублей. Право повысить стоимость у муниципального предприятия было еще в мае прошлого года. Однако плату перевозчик сдерживал, чтобы сохранить конкурентноспособность. Напомним, с 10 марта подорожал проезд до 25 рублей на маршрутах коммерческих автобусов номер 17, 29, 54, 88 и 35. Основная причина повышения стоимости билета, по словам предпринимателей, низкая рентабельность. Проезд в муниципальных автобусах, как заявили в городском управлении транспорта, пока повышаться не будет. Сезонные ограничения для большегрузов в Краевом центре водятся с 27 марта. Городские дороги будут закрыты для движения транспорта, у которых нагрузка на ось превышает 3,5 тонны. Ограничения не распространяются на пассажирские автобусы, машины военного ведомства и спецтехнику. Сейчас, допустим, когда начал оттаивать грунт, как повело дорогу, то есть ее начало вспучивать, в одном месте оттаяло, в другом месте вспучилось. Таким образом вырушается асфальт. Только стоит пуску асфальта слететь, и вы сами понимаете, запитается водой, машина попадет в эту яму, происходит гидроудар, моментально размывается основание, и получаются огромные ямы, которые надо восстанавливать. И каждый год на это уходят миллионы. Сезонные ограничения, по мнению специалистов, в весеннюю распутицу помогут сохранить асфальтовое покрытие. На это время владельцы большегрузов должны приобрести специальный пропуск. Стоимость разрешения на 10 поездок колеблется от 1,5 до 30 тысяч рублей. В прошлом году мы выдали порядка 3800 разрешений на перевозку тяжеловесных грузов. За этот же период было выявлено 370 нарушителей, которые осуществляли перевозку с превышением установленных весовых параметров. Ограничение на городских магистралях будет действовать с 27 марта по 5 мая. В это время на дорогах будут работать более 10 весовых передвижных пунктов. В зависимости от среднесуточных температур сроки на передвижение большегрузов могут быть продлены. Водители, которые нарушат требования, заплатят штраф от 2,5 тысяч до полумиллиона рублей. Анастасия Пиццион, Андрей Третьяков, Хабаровская студия телевидения. Более 8 тысяч хабаровчан заняты в сфере бытового обслуживания. На территории города оказывают услуги по ремонту часов, изделий из драгоценных металлов, обуви, около полутора тысяч предприятий. В свой профессиональный праздник работники сферы бытового обслуживания получают подарки от коллег и благодарных клиентов. Салоны красоты в списке рейтингов сферы бытового обслуживания самые популярные среди населения. 403 предприятия оказывают эти услуги. На втором месте автосервис. Более 260 салонов работают в разных районах и замыкают тройку лидеров. Ателье по пошиву одежды. Востребованными в последнее время становятся и часовых дел мастера. Люди возвращаются опять к дорогим часам, а дорогие часы требуют соответственного ухода. И соответственно с дорогими часами не каждый может расстаться очень быстро. Рынок услуг по праву считается одним из самых перспективных направлений бизнеса. В Хабаровске к открытию готовится дом быта, центр услуг 24. В нем будет собран целый город мастеров, в котором в круглосуточном режиме можно будет получить более 30 самых востребованных бытовых услуг. Названы победители детского конкурса «Новые имена стран АТР-2017». В творческом состязании приняли участие более 700 юных дарований не только из России, но и Монголии, Кореи, Китая, Японии. В течение трех дней жюри оценивала работы по нескольким номинациям «Изобразительное искусство», «Музыкальное направление» и «Компьютерная графика». Да, программа специальная, и там есть разные формы, и можно все что угодно превратить, сделать как мультяшное что-то. Витаслава Сазанкова единственная девочка, которая представила работу в номинации «Компьютерная графика» и уверенно обошла своих соперников мальчишек. Что нас очень радует, потому что действительно те дети, которые сегодня выступят, это наши будущие звезды, это надежда российской музыкальной культуры. Многие лауреаты конкурсов прошлых лет сегодня покоряют мировую сцену. Их имена можно увидеть на концертных афишах в Москве, Европе и Америке. Многие из них стали заслуженными художниками и преподавателями. Мариана Гейт, Дмитрий Попуша, Хабаровская студия телевидения. Неделя здоровья пройдет в Хабаровске с 1 по 7 апреля. Мероприятие запланировано в рамках предстоящего Всемирного дня здоровья. В этом году его тема – депрессия. Обратить внимание людей, что нужно обращаться к специалистам, что наша жизнь непростая. Что зачастую под маской, скажем, каких-то заболеваний соматических скрывается как раз именно состояние психического здоровья. Именно депрессивное состояние. А мы используем большое количество лекарственных препаратов и ждем эффекта. В течение первой апрельской недели хабаровчане смогут принять активное участие в различных акциях. Например, присоединиться к любителям утренних зарядок и танцевальных тренировок зумба. Спортивные состязания пройдут практически во всех жилмассивах города. Также запланировано провести ряд лекций и информационных встреч, посвященных здоровому образу жизни. 7 апреля в детском краевом центре «Созвездие» пройдет большой праздник здоровья. Полная программа мероприятий размещена на сайте Здорово Хабаровск. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!